А вы спросите у людей, которые понимают, что происходит. Они не очень мне это нравится, когда по городу Днепропетровску ходят евреи целыми кодлами. И уже районы еврейские есть, и школы еврейские есть, и названия улиц еврейскими названиями, ну, фамилиями, ну, просто зашкаливает. А вот эта вот самая большая синагога в Европе, знаете, да, Витя, что она? Да, мне, кстати, она очень нравится. Ага, понятно. Ну, вот она, вот вы ее видели же, да? Правда, не вживую, к сожалению, но очень хочу увидеть, я как буду в Днепропетровске. Ну, послушайте, ну, послушайте, ну, вы же понимаете, все монументальные издания несут свою какую-то мысль, свой посыл в жизни, правильно? Да, да. Ну, вот что, по вашему поводу, вот как, что, по вашему мнению, несет самая большая синагога в Европе, золотая роза? Что она несет? Значит, ну, как мне кажется, это символ пламени, символ свечи, вот, священного пламени. Нет? Хорошо. Ну, давайте я вам расскажу, что она несет... Ну, расскажите, потому что я могу чего-то не знать. Она несет, она несет власть над этой землей. Утверждает свою власть над этой землей. Так вы знаете, мы же все рабы до Господа нашего. Вы знаете, как вот Сарин строил, немцы строили, фашисты, которые монументальные издания. То бишь, вот высотки в Москве, вот в Польше. Да, я абсолютно с вами согласен. В Кенигсберге, о, не в Кенигсберге, а в этом, как вот, в Нюрнберге. Почему он, Нюрнбергский процесс был? Потому что там были очень значимые здания нацистской Германии, которые несли свой посыл господства на земле. Ну вот, золотая роза несет господство над этой землей. А земля эта называется Украина. А можно я вас спрошу, а вы, наверное, вот разбираетесь в этой области, а кто был главным архитектором нацистской Германии, гитлеровской Германии? Ой, вы знаете, меня это совершенно не трогает. Если, может быть, евреи думают, что он был еврей, это их не право. Нет, вы знаете, чистокромный немец Альберт Шпейер. Ради Бога, и что, какая проблема? Нет, я просто хотел вот спросить. И что в этом такого? Что в этом такого? И что, ну был он, был я, человек не может знать. Нет, ну вот зачем? Иногда вопрос задается, чтобы проверить компетентность собеседника. Ой, я вас умоляю. Но вы рассказываете очень интересно. Но если вы свечу увидели, я увидел господство. Господство. Вы знаете, я думаю, что вы правы. Потому что все мы рабы господа нашего. А при чем здесь евреи, расскажите? Ну как, это же религиозное... Вы еврей? Вы знаете, где-то глубоко в душе, да. Прекрасный вопрос. А вот глубоко, не в душе, а вот, например, в заднем отверстии, вы не еврей? Я извиняюсь, я просто чисто так. Вы знаете, я думаю, что мои... От обратного, от обратного, просто чистого душа и жопа. Глубоко в жопе. Вы не случайно точно не еврей? Вы знаете, я думаю, что мои... Без обид только. Без обид. Вы знаете, я думаю, что у меня анатомия почти такая же, как и у обыкновенного ев... Ну, у меня обыкновенного украинца почти такая же. А у евреев как глубоко в душе? По маме, по папе или по бабушке с дедушкой? Или про прабабушке ему? Вы знаете, я не удивлюсь, если что-то там есть. Вот, вы знаете, например... Ну, понятно, я понял. Но вы не гордитесь то, что вы украинец? Или вы русский? Вот. Вы знаете, я раньше считал, что я вот как типа русский интеллигент технический. А, ну вы русский. У вас фамилия русская, да? У меня фамилия украинская, но чуть-чуть русифицированная. Ну, значит, русская. Вот. В принципе... Ну, так не бывает. Чуть-чуть беременной не бывает. Я полностью с вами согласен, что нельзя быть чуть-чуть беременным. Не, я не хохол, это точно. Ну, значит, тогда не украинец, а русский. Вот, украинец, но у меня вот если одну букву фамилию поменять... Вы сказали, что у вас это русифицированная фамилия, значит, это вы русский. Ну, так мало ли что там, так сказать, в паспортном столе там когда-то сделали. Прекращает фамилию, человек, фамилия. Это определяет кровь. Вот если, например, вот этот, как сказать, если еврейская фамилия, ну, он же не будет русским. И русский не будет евреем с русской фамилией. Ну, смотрите, хорошо. А если вот, ну, представим себе каким-то образом, там, то ли кто-то на ком-то женат, там, или вышел замуж, и чисто этнический русский человек живет в Израиле. Да, послушайте. Пройдет время, он так же точно будет... У него полина русская. Ну. Если он русский человек, значит, он русский человек. А если он лег под... А если он стал жидовской подстилкой, это его право. Значит, тогда он не русский, он жидовская подстилка. Устроит так? Вы знаете, вот, мне кажется, что раньше, вот, было время, когда немцы повторяли вот эти ошибки. А вы не любите евреев, да, я так понимаю? Ну, а почему я должен их любить, когда они меня не любят? А что они, вот, как они, с вами плохо отнеслись когда-то, вот, в детстве, может, обидели? Они, нет, почему? Они русофобы. Весь Израиль русофобы. Весь Израиль русофобы? Да. Да вы знаете, я общаюсь, такие ватники, такие крымнашисты. Давайте, давайте я вам расскажу, одну секунду, я понял вас, смотрите, смотрите, какая история. Мы, где-то с года 50-го, поддерживаем всех врагов Израиля. Кто это вы? Ну, Россия. Россия. Русские. 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 Палестину, Сирию, Египет и всю, как это там, Арабская Лига там, или как она там, я понимаю? Ну, я понял, я понял. Хамас, наверное, да, Иран, Хамас. Иран, Ирак. Всех поддерживаем врагов евреев. Угу, угу. Как мы можем быть, как они могут нас любить, расскажите. Я не знаю, вследствие своей природной доброты. Послушайте, послушайте меня, послушайте, 9 мая только в том году признали праздником в Израиле. Ну, так это ж хорошо или плохо, ну, с вашей точки зрения. 9 мая эту хуйню спасли от смерти, а они только в том году, через 75 лет признали это государственным праздником. Как вы думаете, почему? Почему? Может быть, они что-то, может быть, они потому, что они что-то хотели взамен, но им никто ничего не дал. Так вы знаете, в Советском Союзе, что после войны, это же не был государственный праздник. Послушайте, уважаемые. В 46-м году, в 47-м году никто же не праздновал 9 мая. Слушайте, ну, вот эту хуйню еврейскую прекращайте, прекращайте, когда это разговаривает, прекращайте вот эту еврейскую хуйню гнать. Смотрите, какая ситуация. Война это была трагедия. Конечно. Всего советского народа. Какой в пизде праздник. Нужно должно было пройти время, чтобы люди забыли всю эту боль, блядь. Чтобы люди забыли всю эту боль. И чтобы потом только устроить этот праздник. Люди забывают плохое и только помнят хорошее, но на это нужно время. Вы в армии служили? Да, конечно. Вы помните первые полгода? Да, очень хорошо. Ну, я в военном училище учился. Ну, хуевато было? Да, таки, да, тяжеловато было. А сейчас вспоминается очень легко. А вы же помните, а вот-вот, вот, так же и в войну. Нужно было время, чтобы забыть это. То есть вы хотите сказать, что когда уже поумирали настоящие фронтовики, вот тогда уже... Ну, послушайте, ну прекращайте. Все через 25 лет наступило, Эмма. Ну, прекращайте. Уже в 60-х годах уже был праздник побед. Уже были пара пара. В 65-м году. Уже начали награждать этими медалями бесконечными за каждые 5 лет победы. Ну, прекращайте. У меня тетка ветеран войны была. У нее все медали есть. Они вот как 65-го там и начались. Вот эти вот. 25-35 там. Вот это все ему. Прекращайте. Ну, вы должны понимать об этом. А вот эту вот хуйню, вот эту еврейскую. А почему это его не было, блядь? Да потому что больно было. Праздновать, блядь, когда людей, блядь, погибло. Ебаный в рот сколько. Ну, так вот и в Израиле это самое больно. А вот сейчас уже ничего. А что? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Им просто больнее. Они лучше чувствуются. Слушайте, блядь, этих козлов, блядь, спасли мы, блядь. Они-то от уничтожения этих мразей, блядь. Ну, они же тоже в этом принимали участие. Если бы мы, блядь, этих всех, блядь, этих 10 миллионов, нахуй, убили бы, блядь. Сожгли камеры, блядь. Смотрите, сколько было героев. Героев Советского Союза. Фронтовиков сколько было. Уважаемые, уважаемые, давайте мы чуть-чуть это... Евреи в танках горели. Вы, послушайте, мы... Экипажи самолетов на смерть шли. Послушайте, вы... А, еще вы скажите, что Гастелло был еврей, да? Я не знаю. А если бы даже и был, так это очень... Видите, ну вот послушайте. Меня совершенно не интересует национальность Гастелло. Послушайте меня. Вы должны понимать. Я совершенно спокойно равнодушен к евреям. Но просто нужно знать про них все. Понятно вам? Я равнодушен к ним. Но я знаю, кто это такие. Ихняя народная забава всех нормальных людей превращать в евреев. Помните, такая была в Советском Союзе частушечка? Среди трех богатырей Илья Муромец еврей. Вот в этом четверостишье все еврейство, вот вся суть еврейства. Им, блядь, похуй, блядь. Они всех себе забирают. Но на самом деле это не так. Если бы Илья Муромец узнал, что он еврей, он бы, блядь, всех этих евреев, блядь, порубил бы на мелкие кусочки. Понятно вам? Вот. И так же они... Ну какие-то жуткие вещи вы рассказываете. Союза. Послушайте. Послушайте меня. Вот Солженицын. Вы слышали такого еврея Солженицына? Солженицын вообще-то русский. Он вообще-то еврей, блядь. Он еврей, блядь. Мерзкий еврей, блядь. Я еще раз вам сказал, это еврейская мразь. Да он православный русский человек, который за Российскую империю. Слушайте, значит, какую империю? Солженицын за империю? Да. Во чем? Он же вот этот оказался вот этой тварью, что Крым наш, что незаконно передал Хрущев с Бадуна. Солженицын. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ это тоже Солженицын? Тоже Солженицын. Когда вы последний раз читали Архипелаг ГУЛАГ? Мне одного раза хватило, чтобы охуеть от этой хуйни, блядь. Я читал Архипелаг ГУЛАГ, перечитывал три месяца назад. Я еще раз вам сказал, Солженицын это еврей. У нее морда еврейская, фамилия еврейская. Понятно вам? Эта гебня над ним издевалась, и его называли Солженицер. Сахаров тоже русский был? Русский. Сахаров? Да. Причем великий русский человек, в котором не было антисемитизма. Это русский интеллигент. Вы знаете, не знаю, не могу сказать. Ну слушайте, Сахаров известная фигня, что он был еврей. Сахар это русский интеллигент. И русская интеллигенция никогда не была подвержена антисемитизму реально. Ну настоящая. Солженицын является не еврей, и Сахаров не еврей. Ну это гебня склоняла их фамилии. Говорили, что Сахарович Сукерман, Солженицын Сахарович Сукерман. А Солженицына называли Солженицером. Во-первых, никакой Сахаровичем не называли его, просто Сахаров он сам по себе евреем. И есть такие фамилии еврейские, которые они шифровались. Вы посмотрите на его отчество, его родители и бабушек, и дедушек. Ну ладно, это не супер. Ну давайте представим на секундочку, что Сахаров еврей. Ну это же великий человек. Какая разница, бабушка у него еврейка или не бабушка. Ну что в этом известно, что в этом великого, что он создал водородную бомбу, расскажите. Нет, ну это же он, это гуманист. Это гуманист. Но если ты создал водородную бомбу, то ты уже не света до конца, блядь. Хули ты обосрался-то? Великий человек я. Ну вот я инженер и как бы немножко физик. Ну как я могу быть антисемитом, если Эйнштейн и... Послушайте, я не антисемит. Я антисионист. Слышали такое название? Ну я понимаю, о чем вы говорите. Вы слышно? Знаете, что такое сионист? Ну, сам термин, в принципе, представляю себе, о чем вы говорите. Это еврейский фашизм. Ну так, чтобы популярно ему, в двух словах. Ну вот я антисионист. Устроит вас так? Вы знаете, я вам должен сознаться, я антирашист. Прекрасно. Я осознаюсь вам, вот что делать. Ваше право. Вы русский. Послушайте, вы русский против русских. Ваше право. Вы власовец. А что, разве немцев не было антифашиста? Вот немец, а он антифашист. Ради бога. Я же вам ничего не сказал. Я говорю, ваше право. Вы слышали меня? Да. Я вам ничего не сказал. Вы власовец. Так какой же я власовец? Я родину защищаю. Вы русский против русских. Ради бога. Я украинец, я не русский. Без проблем. Я не русский, я украинец. Послушайте, вы же сами сказали, что вы русский. У вас русская фамилия. Прекращайте. Она русифицирована. У меня все предки украинцы. Да прекращайте русифицированное и русское. Это то же самое. А послушайте, а вот Гройсман у вас украинец или кто? Еврей. Более того, мы с большим уважением я отношусь к Гройсману. Хорошо. Хотя у меня есть к нему очень большие претензии. А Рабинович, он украинец или кто? Рабинович тоже еврей. Ну вот Рабинович это тварь, которую я ненавижу. Понятно. Ну, я имею в виду политик Рабинович. Потому что там еще какие-то мустропы. Ну, Мустафан Аем. Ну, где политик, не политик, он человек. Мустафан Аем, он кто? Журналист. Ну, он украинец или кто? Я не знаю, честно говоря. Могу ошибиться в его национальности. Понятное дело, что там что-то восточное. Я не знаю, кто он по национальности. Ну, пуштун. Он афганский пуштун. Ну, и? Ну, ничего. А где украинцы, расскажите? Я украинец. Так у вас фамилия русская? Как вы, может быть, украинцами? Ну, это просто когда паспорт давали тогда еще в советское время. Ну, а у Наема тогда чего Ема? Он украинизированный пуштун? А Рабинович тоже украинизированный украинец? Ой, еврей? Да мы многонациональное государство. Послушайте, наша сила в том, что у нас разные национальности. Если люди, так сказать, любят свою родину... Это у вас все украинцы. Вот у нас есть русские, есть татары, есть башкиры. Правильно. Есть даже, побоюсь этого слова, евреи. Да. Но вот никогда татарин не скажет, что он русский. Он скажет россиянин. А у нас татарин говорит, я украинец. Потому что он говорит, не о национальности. Потому что это пиздец. Потому что это пиздец. У вас национальности нету. И слава богу. У вас национальности нету. И графы национальности у нас нету. Вы без крови, без нации, без языка. Вы ублюдки. Вы ублюдки. Вы же знаете, что такое ублюдок? Это когда две породы разных собак спарились, получился ублюдок. Вот у вас вот вы ублюдки. Послушайте, у вас риторика. Просто фашистов в чистом виде. Это то, о чем вы говорите. Это уже было. Это говорили немцы. Немецкие фашисты, нацисты. О чем вы говорите? Вы на те же грабли наступаете. А вот Украина под над усе. Это что означает? Это значит, что люди есть люди, которые любят свою родину. А вот маскиляка на геляку. А вот послушайте, кто вот это говорит, например? Украина под над усе. Если им показать Рабиновича, что они с ним сделают? Я думаю, что Рабиновичу надо беречь свое лицо. Надо бежать ему. Бежать ему. Если он сможет убежать ему, если успеет убежать, то это повезло бы. А как вы думаете, вот Шухевич, Бандера, Шухевич, Орлик, Мельник, и вся вот эта вот АУНУПА, и вся ИСС Гречина. Если бы вот сейчас вот они бы воскресли бы и узнали бы, я могу вам даже сказать, Петлюра, Богдан Хмельницкий. Если бы они воскресли бы и узнали, что вот сейчас вот президент на ихней Украине, Вальцман, премьер-министр Гройсман, а в Раде минимум 50 жидов, блядь, с такими фамилиями, что это просто пиздец. Что бы они сделали? А может быть они были довольны. Откуда? Зачем вы за них решаете? Может я вот, например, вот они бы пришли бы ко мне, и я бы объяснил бы. А почему тогда они жидов-то убивали, когда они были живы? Я думаю, что если были такие случаи, это была ошибка. Это неправильно. Ни в коем случае нельзя. Несколько, блядь, сотен тысяч жидов, блядь, перешла на матери. А вы знаете, что вот Хмельницкий, например, у евреев второй после Гитлера? Впервые слышу. Ну вот. Я единственное, что могу вам сказать, что... Хмельницкий хуячил жидов, блядь. Просто, блядь, почем зря. Единственное, что я могу вам сказать, что замечательная фраза «москаляку на геляку» является полным аналогом смерть немецким оккупантам. Да прекращайте. Да я вам точно говорю. Прекращайте. Да ну хорош, ёбан. Ну хорош, ёбан. Я буду верить тому человеку, который отказался от своей нации. Сказал, что у него фамилия укранизированная, русская укранизированная. Ну вы кто? Вы все пизданули, что ли? Я извиняюсь за свой мат. Я извиняюсь за свой французский, как говорится. Я отличный, послушайте, я отличный мужик. Меня любят на фронте. Какой вы мужик, ёбан. Какой вы мужик. Вы кто? У вас нету нации. Вы национальность свою продали. Да я ни копейки не полагаю. Где эти деньги, за которые я продал её? Вы нацию продали. Ну, знаете, вы продали это просто за свою жизнь. Вы боитесь за свою жизнь, потому продали её. Не за деньги вы продали. Вы за своё благополучие продали. За своё спокойствие. Но только вы не переживайте. Скоро вас придут резать, я-мое, по фамилии. И вы хоть устрелитесь, я-мое. Евреи тоже думали, я-мое, что если они будут такими, блядь, прям вот ой-ой-ой, их не придут резать. Но их пришли резать всё равно. И вас также придут резать. Понятно вам? Какие-то ужасные вещи вы рассказываете. Ну, я вам желаю как-то, в общем, всё-таки вылечиться. Всё будет хорошо. Да я... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!